Доброе утро, мои хорошие! Сегодня я встала очень рано, потому что вот этот вот засранец, он меня будит, хочу я этого или нет. Я вообще-то не просила тебя меня будить. Он приходит, начинает меня облизывать со всех сторон. И ещё плюс этот чёртов будильник. Господи, зачем я его включила так рано? В общем, доброе утро всем. А котик, это просто счастье! Я недавно проходила около мамы Твикса, и вы представляете, оказалось, что его сестрёнку никто не взял. Я просто не видела рядом с мамой, я подумала, что кто-то приютил. Если вы хотите такое же счастье, просто комочек, комочек невероятно крутых эмоций, то я вам могу подсказать, где можно взять вот такое счастье. Вот так вот выглядит моя кожа без косметики. Не пугайтесь, я встала рано. Аллилуйя! Супер! Отлично! Я встала, и на улице было ещё темно. Если вы работаете из дома, очень сложно себя организовать. В общем, я наношу тональное средство от Rimmel. Он у меня уже заканчивается. Осталось совсем чуть-чуть. Я так радуюсь, когда косметика заканчивается, нужно купить новую. Это для меня просто вообще кайф! Чистой воды кайф! Так вот, когда вы сам себе хозяин, то есть ваша работа как раз-таки зависит от ваших продаж, очень сложно себя заставить реально вставать дома. Когда нету начальника, который говорит, почему ты опоздал на 15 минут, реально очень сложно организовать свой день. Вот. Но мы с мамой уже вчера говорили на эту тему. Нужно успевать больше. Вчера на моём канале не было ни одного видео. Но это связано вообще с другим. Дальше я припудриваю лицо. Maybelline Fit Me. Вот так вот, легонечко, чтобы не было жирного блеска. Так, я уже сделала макияж. Заплела косичку одну только с этой стороны, такую аккуратненькую. Ребята, как же легко стало жить с наручными ресничками. Можно на 10-15 минут спать подольше. Всего, в общем, мой макияж теперь занимает, ну, наверное, минут 10. Хотя раньше я тратила, ну, минимум полчаса на макияж, потому что нужно было вырисовывать стрелки, тушь, тени. Сейчас это всё я обхожу стороной. Если вы думаете наращивать реснички или нет, обязательно да. Что касается губ. Тоже, девчонки, спрашиваю. Честно, мне очень нравится форма. У меня нету никаких комочков в губах. Всё замечательно, отлично. Даже я вам больше скажу. Последний раз, когда я была на лазерной эпиляции. Лазеролог. Она, кстати, говорила про то, что она хочет увеличить губы. И рассказывала про эту процедуру. Боится, что вот будут такие бебехи. Что это будет смотреться глупо. Я ей сразу сказала, что не палься. Вот, посмотри, я тоже сделала губы. И она очень удивилась, кстати. Она сказала, что если бы я тебя увидела на улице, никогда в жизни бы не подумала, что ты когда-либо делала губы. Так что всё можно делать, но в меру, мне кажется, без фанатизма. Иногда в инстаграме вижу девушек с очень-очень большими губами. Это смотрится как-то глупо, если честно. Но если всё делать в меру, почему нет? Надо себя совершенствовать, улучшать. Если есть такие возможности, почему ими не пользоваться? Время всего 9, а я уже сажусь снимать мукбанг. Сейчас ещё здесь будет чай. И мы будем снимать видео на фоне ёлочки. Хулиганьё, хулиган. Смотрите, что он делает. Теперь надо собрать постель. Ну как убрать отсюда вот эту вот сладость? Как побеспокоить сон этой прелести? Гляньте, что с моей подушкой. У меня есть привычка всегда закалывать волосы ручкой. Я, получается, с ручкой заснула. И вот, пожалуйста, теперь у меня такой рисунок. Заправила, как смогла. Всё, Твикс, можешь теперь спать где угодно. Теперь пора создать рабочее пространство. Я уже притащила ринглайт сюда. Будем ноготочки делать здесь. Берём полотенце. Так, я уже всё организовала. И сейчас сяду снимать для вас видео, как я делаю себе коррекцию вот таких вот ноготочков. Уже, наверное, месяц. Если не больше, я хожу с ними. Уже пора делать коррекцию. Хотя всё держится, ничего не ломается. Всё супер. Я буду для вас снимать, как и обещала. Это самое сложное. Вот так вот стоит камера. И нужно обязательно держать руку в кадре. Поэтому работать очень-при-очень неудобно. Но других вариантов нету. Надо, чтобы получилось красиво и понятно со стороны. Поэтому всё это дело я буду снимать. Вот так вот со стороны вам показала во влоге. А про это будет вообще отдельное видео. Два часа сижу, делаю ногти. И все два часа вот этот вот сладкий пирожок сидит со мной. Ну, несчастье ли это? Так, я уже отсняла для вас видео. Уже всё убрала. Получился у меня вот такой вот маникюрчик. Мне очень-очень нравится. Я вам ссылочку оставлю внизу. Вы можете посмотреть, как я делала вот такую красоту. Дизайн мне вообще особенно понравился. Это правая рука. Уже даже научилась и на правой руке делать хорошо. Аккуратные ногти. Это наше всё. Сейчас уже всё это собираю потихонечку. Твикс, двигайся. Убираем по местам, чтобы у нас всё аккуратненько лежало. И пойду снимать мупанг. Заказала из KFC вкуснятины. Они сейчас вот с минуты на минуту должны прийти. Я заказала то, что я до этого не пробовала. Посмотрим. Так, вот что мне пришло. KFC. Я заказала Данак. Возможно, вы знаете, что это такое. Сейчас открою и вам покажу. Буду снимать мукпанг. Ням-ням, обожаю. Ой, да, здесь один. Я думала, штук пять придёт. Один, прикиньте. Как они неаккуратно кладут всё это. Вот в Макдональдсе такого нету. Всё кладут очень аккуратно. И вот такая штукенция. Ой, как сегодня покушаем мы с вами. Прям всё горячее. Ням-ням. Бегу снимать для вас мукпанг с новыми ногтями и с вкусной едой. Сидела я, значит, мои хорошие и листала свой инстаграм. Наткнулась нечаянно на страницу NYX. У них скидки до 30%. И всё, я загорелась. У меня завтра день рождения. И я считаю, что я сама себя должна поздравить. Вы знаете, что я обещала, что я не буду покупать декоративную косметику. И на самом деле я не покупала ненужные хайлайтеры, тени на протяжении одного года. Но если честно, у меня хайлайтеров 15 штук. И я не знаю, куда это всё дело девать. Но оно мне греет душу. И сейчас я хочу поехать и ещё купить себе что-нибудь такое классное. Вот. Я понимаю, что оно мне не надо. И, возможно, многие из вас напишут в комментариях, нафига ты это всё купила. Но это всё мне греет душу. Твикс, кстати, подтверждает. Не знаю, зачем я блеск намазюкала, всё равно надену маску. Я решила себя порадовать и поздравить со своим днём рождения. Если вы тоже хотите сделать мне хоть немножечко приятно. И сделать подарок на день рождения. Пожалуйста, подпишите, чтобы я была в шоке, сколько подписок у меня за день моего рождения. Мне будет очень-очень приятно. А сейчас мы с вами одеваемся и направляемся в Никс. Ты видела вам, глянь? Это флаг Азербайджана. Видели, какая красота? У нас сегодня парад победы. Я вам вчера говорила о том, что парад победы. Я перепутала просто. Он сегодня. Я очень бы хотела поехать туда и поснимать для вас видео. Но, к сожалению, у меня нет такой возможности. Вы знаете, в прошлый раз я хотела поехать в центр. И я просто три часа стояла в пробке, потому что все дороги перекрыты. Надо ехать на своём личном транспорте, на тачке. А её, к сожалению, пока что у меня нет. Я уже дома, мои хорошие, столько всего классного я накупила. Я спросила у мамы. Говорю, мама, как ты думаешь, сколько денег я потратила? И тут такая мама, 20 монат. Я говорю, блин, ты максимально оптимистична. Я потратила более 150 монат. И сейчас вам покажу, что именно я купила. Я вам буду показывать и говорить цены без скидок, дабы не запутать вас. Потому что однажды мне писала девчонка. Она говорит, вот, Айка, ты сказала, что эта помада в Golden Rose стоит 4 моната. Они подняли цены, теперь 5. Так я объясняю. Я говорила цену со скидкой, то, что я купила. Поэтому я говорю вам без скидок. Учитывайте, что я купила со скидкой. И каждый раз, когда там, например, 20% на всё, вы просто вычитываете 20% с этой цены. Ну, в общем, вы меня поняли. Распаковочка, чек. Айка, Эмили наконец-то чувствует себя счастливой. Ой. Короче. Что я накупила, девочки? Начнём с двух пудр от Rimmel. Я ими постоянно пользуюсь. Они стоят 10 монат 60 копеек. Это самый светлый оттенок. Обалденные пудры, если вы просто хотите зафиксировать ваш макияж. Впервые пробую вот этот вот тональный Can't Stop. Вот. В самом светлом оттенке, по-моему. Даже нет, это не самый светлый. У них огромная просто палитра. Решила попробовать. Дальше в NYX я купила ещё вот такой вот тон. Его снимают с производства. Хотя раньше я его использовала. В принципе, он мне нравился. Стоит недорого. Что-то в районе, по-моему, 11. Вот это очень дорогой тон. По-моему, самый дорогой тон в NYX это вот этот. Дальше что я купила. Вот такой ещё один тон. Опять же от NYX. По-моему, они вот это вот переиздали на вот такой дизайн. Увлажняющий. Дальше впервые пробую от Max Factor. Тональное средство от блогеров. Особо не слышала хвалебные отзывы. Но решила попробовать. Почему нет? И самый главный гвоздь нашей программы, так скажем. Нет, конечно, гвоздь вот этот пацан, который облизывает себе ляжку. По сравнению с ним это ничего. В общем, это трёхступенчатая типа система. Хайлайтер, пудра и бронзер. Скульптор. Она сказала, что это ватенький taupe. Я потому что хотела именно этот. Но, если честно, я сомневаюсь, он немного уходит в режиму. Но хайлайтер здесь отменный. Огромные блёстки. В общем, буду использовать с удовольствием. И последний это Fit Me, который я очень давно хотела купить. Увидела на скидке и решила взять. И последняя это вот такая вот помада от NYX. Я сейчас немножко жалею, что взяла. Там была матовая помада Abu Dhabi от NYX. Вот эта вот матовая серия самая популярная. И от неё не было тестера. И я решила взять эту. Но сейчас я думаю, что надо было всё-таки брать матовую. Продолжение следует. Продолжение следует.